Нижегородцы борются за безопасность детей. На два противоборствующих лагеря разделились жители улицы Рокоссовского и бульвары 60-летия октября областного центра. Камнем преткновения стала детская игровая площадка. Одна из нижегородок вышла с предложением демонтировать комплекс, поскольку, по ее мнению, он опасен для детей. Но активные жители близ лежащих домов выступили за сохранение этой зоны отдыха местных ребятишек. Почему эти люди так говорят? Потому что она немножко, конечно, не соответствующим техническим нормам состояния. Поэтому напоминают. Не о том, чтобы категорически эту площадку вообще убрать. Эта площадка детская, она должна быть, но за ней надо, как говорится, смотреть. То, что здесь вот сейчас пока еще не соответствует, конечно, можно еще и ремонтировать. Ну а установить новые качелики можно установить. Было здесь и карусели, и карусели установить, да. Поэтому здесь оставить однозначно. Вот тут за последнее время немножечко подсуетились управляющие компании и хотели как бы навести, ну какой-то создать, да, лоск, скажем так. Но когда все деревянные вот эти крепления, элементы этой горки, они все в трещинах. Вот еще одну часть вчера буквально она прям рассыпалась, рыхлая такая, трухлявая. Здесь вот быстрее, быстрее, лишь бы замазать трухлявые вот эти гнилые доски. Здесь вот существуют элементы фундамента, где построены вот эти вот, ну, вкопаны детские городки. Это тоже недопустимо. Единственное, в чем сходятся оппоненты, площадка небезопасна и в любой момент может случиться непоправимое. И в силах домоуправляющей компании не допустить беды. Но коммунальщики не торопятся. Смотрите, не нужно прилагать больших усилий, я уже не сказать, чтобы я обладаю какой-то великой силой. А если здесь залезут трое, пятеро, они так и делают, и на них вся эта конструкция повалится. Неужели ради вот того, что ничего не делать, а прикрыть вот этот и фундамент песком, и вот это не замечать. Смотрите, какие трещины. Несмотря на противоречия во взглядах местных жителей на такую недетскую проблему детской площадки, решать ее только им. И только совместно администрация района обещает поддержать любое принятое решение. Должно быть решение собственников жилья. Должно быть собрание, на котором они примут какое-либо им устраивающее, всем устраивающее решение. По факту этого решения будет принято действие домоуправляющей компании. Либо демонтируют, либо устанавливают дополнительные элементы. Но это решение собственников жилья. Теперь главное, чтобы пока взрослые выясняют, кто же из них прав, не пострадали те, ради кого этот спор затеян. Дети.